Галактика Единственный взрыв потряс Акелиану, унес дыхание и лишил нас шансов на участие в турнире за Кубок Галактик Футбол. 15 лет без достойной команды и ничего, кроме снега и льда. Но теперь появилась надежда, что новые молодые игроки оживят дыхание Акелианы. Наша судьба в их руках. Галактик Футбол Предыдущая серия Майк Райс, Санни Блэк Боунс мой отец. Что случилось? Это его талисман удачи. Блэк Боунс советует оставить сам, знаешь, что туда, где ты освободил Клэмпо. Исчез? С ним случилось что-то серьезное. Только не говори, что влюбилась в него. Они вымотаны. И перерыв им не поможет. Но это запрещено Лигой! Ты хочешь победить или нет? Что происходит? Циклопа дисквалифицирована за обман. Наконец-то. Взять его. Если ты хочешь увидеть своего отца живым, то придется оказать мне небольшую услугу. Не слушай его, Джок. Не думай обо мне. Я почти уверен, что его похитили. Ты готов на все, Майк Райс, лишь бы привлечь внимание? Джок? Джок? Шантаж. Авторы сценария Себастьяна Урсель, Гийом Матален и Лоран Тернер. Мне вспомнился феноменальный финал четыре года назад. Матч, превзошедший все ожидания, когда Кубок Галактик Футбол завоевали Латнин во главе с невероятным Уорреном. По окончанию каждого чемпионата Кубок, наполненный потоком команды победителя, отправляется в турне по всей галактике. И цвета команды сияют на небе каждой планеты. И четыре года спустя мы с нетерпением ждем, чтобы узнать, где снова начнется его путешествие. Он появится на стадионе в день финала между Шэдоуз и Сноу-Китс в тот момент, когда одна из двух команд одержит победу. Рядом со мной, к моей превеликой чести, находятся тренеры обеих команд, Арч и Артегар Нексус. Господа, могу только представить ваши чувства в связи с приближением финала. Я впервые вижу Кубок вживую, и он поражает меня. Он будет поражать еще больше, когда обретет цвета Шэдоуз. Вы были соратниками, а стали соперниками. Как вы относитесь к этой ситуации? Мы просто оказались в разных командах. В спорте такое бывает. Сегодня главная победа в Кубке. Неважно, с кем мы играем. Мистер Нексус, вернемся на секунду к невероятному происшествию в полуфинале. Арч обнаружил, что команда циклопов мошенничает. Вам не кажется, что вы в долгу? Конечно, нет. Если Лига хочет вручить ему медаль, пожалуйста, меня больше волнует Кубок. А что скажете вы, Арч? Как настроены ваши игроки? Моя команда упорно тренируется и ждет предстоящего матча с полным спокойствием. А они не парализованы от ужаса. Как мы видим на экране, Арчи, ваш голкипер Ахита не всегда бодрствует. Да, Ахита любит подремать у сетки. Но если он будет блокировать удары так же успешно, как на нашей последней игре, то может изредка и отдыхать. Я к этому и веду. Ваши игроки утомлены? Они проделали огромный путь и встречались с сильнейшими командами Галактик Футбол, но некоторые задаются вопросом, не исчерпали ли Сноу Китс свой ресурс? Если вспомнить, в какой ужасной форме они были в первом периоде матча с техноидами, то не ждать ли ухудшения ситуации? Иными словами, Арчи, смогут ли Сноу Китс продержаться до конца? Или они, так сказать, сгорят раньше времени? Думаю, я должен объяснить причину слабой игры Сноу Китс в первом тайме. Спасибо, что поняли этот вопрос, Келли. Моя команда была готова взорваться перед этим матчем. Дыхание сыграло с ними злую шутку. Я когда-то испытал подобное со смогу. Поток не должен быть сильнее любви к игре. И мои игроки забыли об этом. Поэтому я попросил их не использовать дыхание. И они последовали моему совету. Позвольте сказать, Арчи, что ваша стратегия весьма необычна. Если бы дыхание не вернулось, они не смогли бы собраться с силами и победить. Дыхание вернулось, потому что моя команда его заслужила. Это было испытание. Испытание? Это везение! А тренер, который играет в кости со своими игроками, не заслуживает победы. Я уважаю своих игроков, Артегр. И никогда не переманивал членов других команд. Вы, конечно же, намекаете на Синеда. Изначально он был в Сноу Кидз. Что произошло? Синед сразу понял, что не уйдет далеко с тренером, который не дает ему развивать свой потенциал. Синед талантлив, не спорю. Но он должен научиться признавать свои ошибки. Ты о чем? Синед воспринимает игру слишком лично. Он путает смелость с агрессией. Стиль игры Синеда действительно очень напористый. Как мы видим на этих фрагментах, он не особо нежен на поле. Но следует признать, что он умеет задать игру. Артегр, можно сказать, что Синед ваш протеже. Но у других членов команды больше опыта. И мой вопрос таков. Как вы добиваетесь гармонии между игроками? Легко. Благодаря смогу. Смог позволяет моей команде забивать один гол за другим. Но я здесь не за тем, чтобы выдавать секреты. Вы очень скрытный, Артегр. У нас практически нет кадров с тренировками ваших игроков. А вы, Арч, не могли бы вкратце рассказать о составе вашей команды? С удовольствием. Все отобранные мной игроки изначально обладали индивидуальными талантами. У Рокета, капитана, великолепные пассы. Он проводник игры на поле. У нас прекрасная защита в лице Мэй, которая идеально справляется с поставленными задачами и не перестает нас удивлять. Я уже упоминал Ахита. Ахита, стоящего на воротах. А его брат Тран также обеспечивает защиту. Тия поражает нас с первого дня. Она первая использовала дыхание, но вначале мы переусердствовали, полагаясь на нее. Да, я помню, она была мишенью многих атак. Ваших соперников не обманешь. Они знают, какую угрозу она представляет. Вот поэтому так важен Джок. Ему не хватало четкости в ударах. Но, не считая опыта, все при нем. А как Джок справляется со Славой? Она не ударила ему в голову? Я не хочу отвечать на этот вопрос. Каждый игрок должен научиться справляться с давлением. Могу лишь сказать, что сегодня Джок на пике своих способностей. Команда сплоченная, и каждый игрок на своем месте. И Майкро Айс тоже? В особенности Майкро Айс. Его способность к импровизациям выручала нас в безнадежных ситуациях. Поверьте, Майкро Айс умеет начать движение. Вот что главное. Жалко, что всегда не в ту сторону. В любом случае, команда Акелиана первый раз достигла такого уровня. Но команда Арчи столкнется с соперниками, которые жаждут боя. Это будет один из величайших моментов Кубка Галактик Футбол. А их уже было немало. Давайте вспомним некоторые. Кубка Галактика Кубка Галактика Кубка Галактика Кубка Галактика Кому достанется заветный кубок? Кто одержит триумф над другими претендентами на титул? Господа, частично ответы на эти вопросы в ваших руках. Спасибо, что приняли участие в специальном выпуске, посвященном полуфиналам Кубка Галактик Футбол. Спасибо, Кэлли. Давайте, ребята, вы знаете эту комбинацию наизусть. Задайте жару! Тебе, Джок! Джок, ты пропустил удар три раза. Три раза? Что с тобой? Тихо, тихо. Не будем злиться. Нужно просто исправить пару вещей, и все будет отлично. Джок, что-то случилось? Все хорошо. Просто я немного устал в последнее время. Но не забудь проснуться к финалу. Осталось всего три дня. И, как ты говорил много раз, тебе суждено победить. Сноу-кикс лучше всех! Можно ваш автограф? Срок лучше всех! Я хочу ваш автограф. Вы подады! Здорово, давайте, ребята! Вы лучше! Мы за вас болеем! Молодцы! Мы ваши подады! Мы ваш автограф! Эй, посмотри на меня! Это Джок! Его отпустили. Обмен состоялся. Куда идут сноу-кидз? Вечером состоится большая вечеринка с их родителями. Они едут за ними в аэропорт. Отлично. Это наш шанс поговорить с Джоком. Сейчас или никогда. Рейс 911 А с Акелианы. Выход из первого коридора. Пассажиры обязаны пройти таможенный досмотр. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У меня было странное чувство, что тебе грозит опасность. Майя, быть ясновидящей тебе не к лицу. У меня всё хорошо. Как скажешь, милый. Что они делают? Они потерялись? Диа, не знаю, как тебе сказать. Твои родители прилетели на Генезис пять дней назад. Они работали в протокольном отделе. Что? Почему они мне не сказали? Может, не хотели тревожить? Да, наверное. О, милая, мне так жаль. Не может быть! Папа! Золин, Элкарин, друзей! Я так скучала! Я тоже. Это вы помогли мне попасть сюда? Спасибо! Не представляете, как я счастлив. Позвольте представить вам мою жену Элкарин и мою дочь Золин. Золин, ты... Ты очень красивая. Дорогая, мы прекрасно проведем время. Она такая красивая. Я ведь вел себя не очень по-дурацки, да? Честно говоря, Майк Райс... Ладно, не говори. Не хочу знать. Если бы тебя что-то тревожило, ты бы ведь сказал, ты такой... бледный. Пойду освежу лицо и догоню вас. Меня зовут Корса. Я друг твоего отца. Оставьте меня в покое! Я знаю, что Блейлок обменял тебя на сани. У меня ничего нет. Мы по одну сторону, мальчик. Вы ему ничем не поможете. Ты знаешь, где он? Нет. Они его увели. Я не знаю, куда. Но поверьте, спасти его могу только я. Мы найдем его. С тобой или без тебя. Не делай того, о чем просил Блейлок. Этот человек опасен. Он убьет твоего отца. Во что бы то ни стало. Здравствуйте, Юдуша, что вы хотели? Здравствуйте. Мы не знакомы. Я Рокет, капитан Сноу-Кидз. В нашем отеле сегодня вечеринка со всеми родителями и... Чудесная идея. К сожалению, у нас очень важная дипломатическая встреча. Но спасибо, что пригласили. Ваша дочь Тия была бы счастлива, если бы вы пришли. Помните Тию? Вашу дочь? Мне не нравится ваш тон, юноша. Мы долгие годы трудимся, чтобы вернуть Акелиане процветание. Это требует некоторых жертв. Есть вещи, которыми нельзя жертвовать. Нравится вам это или нет, но ваша дочь сделала для Акелианы больше за несколько матчей, чем вы за всю карьеру. Вы нужны ей. Не забывайте об этом. Что привело тебя? Я здесь из-за метапотока. Сане Блэкбонзу и Клэмпу удалось синтезировать его, но у них не было времени, чтобы обуздать его. Что? Метапоток? Но ты же... В прошлый раз я не могла об этом говорить. Я уверена, в нашем обществе появился шпион. Шпион, который снабжает информацией Блэйлока. Ты уверена? Уверена, Великий Симбр. Это лишь начало. Дюк Мэддекс. Я потеряла связь с Саней и метапотоком. Это весьма горчительно. Насколько глубоко в этом замешан Блэйлок? Этот подлец строит козни у меня за спиной уже много лет. Но вы исполнительный директор техноида. Разве вы Блэйлок, почетный член нашей организации? Мне нужны твердые улики против него. Скоро они у нас будут. Он не сможет долго скрываться. Ему придется действовать и рисковать. Да, но пока мы в его власти. И мне это совсем не нравится. Войдите. Мы не помешали, Рокет. Уделишь нам пять минут? Рокет, мы с Кирой решили начать все заново. Стать семьей, которой мы должны были быть. Тебя бы это обрадовало? Ну, вот мы и сказали это. Занимайся делами. Увидимся вечером, сынок. Все это случилось благодаря тебе, Рокет. Оу, кто? Кто там? Корсо? Разве ты не покинул стадион Генезис вместе с Санни и Метапотоком? Произошли осложнения. Где Метапоток? В руках Блэйлока, как и Санни. Это катастрофа! И это не все. Замешан Джок, но он притворяется, что ничего не знает. Видимо, Блэйлок давит на него. Джок? Но почему? Потому что Блэйлок использует его как разменную монету, чтобы вернуть Метапоток. Клэмп Джок, сын Санни. Его сын? Объяснять некогда, Клэмп. Я просто прошу тебя быть начеку. Сообщи, если заметишь что-нибудь странное в поведении Джока. Всем добрый вечер. Во-первых, спасибо всем, кто пришел, особенно родителям наших игроков. Также поблагодарю наш тренерский состав, госпожу Симбай, профессора Клэмпо и Джадо, которые помогли нам добиваться побед. Особая благодарность тем, кто сделал это фантастическое путешествие возможным. Сноу-кидс! А теперь можем веселиться! Ура! Ура, Сноу-кидс! Адин, что ты здесь делаешь? Разве ты не должна быть членами лиги? Мне больше нравится быть с тобой и твоими игроками. Прелестно. Ну что, ты понял? Да, да. Расслабиться, предложить ей выпить, сделать комплимент. Мне почему-то кажется, что у меня не выйдет. Смотри, вон твоя мама. Проверим, запомнила ли ты, чему я тебя учил. Вот ты где, милая. Смотри, я договорилась о контрактах. Две фотосессии и съемка для… Мама, пойми, я не буду этим заниматься. Что? Ты понимаешь, что это значит? Подумай о своей карьере. Именно этим я и занимаюсь, потому что никто другой этого не делает. Даже ты, мама. Я футболистка, а не супермодель. Привет, Золин. Не хочешь… Хочешь чего-нибудь выпить? Как мило. Да, спасибо. Мне снится сон. Мне снится сон. О-о-о! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Мне снится кошмар. Мне снится кошмар! Давай, я помогу. Я такой неуклюжий. Не согласна. Спасибо. Ты такая классная. Мама, папа, что вы здесь делаете? Мы знаем, что не поддерживали тебя с начала состязания, но это не значит, что мы не думаем о тебе. Ну да, думайте немного. Твой капитан преподал нам урок те, и мы справимся. Мой капитан? Рокет приходил к вам? Да, и поверь, этот юноша умеет найти нужные слова. Я сейчас. Что случилось, Джок? Ты за весь вечер не сказал ни слова. Просто не хочется говорить. Даже со мной? Ты с ума сошёл? Оттолкнула её, как будто это Синет. Ты не понимаешь, что она в тебя влюблена. Мэй влюблена в меня? То, что ты зациклен на финале, не значит, что нужно всех отталкивать, особенно тех, кому ты дорог. Прости, но... Что его гласит? Финал. Прекрасная возможность увидеть поединок двух лучших нападающих лицом к лицу. Синет из Шэдоуз и Джок из Сноу Китс. Два открытия кубка. Два новейших бриллианта Галактик Футбол. Послушаем, что Синет говорит о своём оппоненте. Джок, всем известно, что я лучше него. Гораздо лучше. Он единственный, кто считает иначе. Если ты хочешь увидеть своего отца живым, то придётся оказать мне небольшую услугу. Выбор за тобой. Смотрите в следующей серии. Нет! Финал кубка – наша мечта. Обещаю, что если вы продолжите так играть, мечта превратится в кошмар. Хочешь узнать, кто из нас лучше? Да? Я хочу доказать тебе это на поле. Генерал-прототип готов. Хорошо, хорошо. Авторы идеи Шарль Борес и Винсент Ванделли. Композиторы Марк Томази и Мехди Элморабид. Режиссёры Фредерик Дибовский и Антуан Шарейрон. Совместное производство Альфаним Франц 2, Jetix Europe, Falcon Cossum и Audi Art Luxe Animation Supersonic. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...